Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Псалтири царя Давида. «Господи, помяни царя Давида и всю крутость его». И сегодня мы будем читать 61-й Псалом. 61-й Псалом насчитывает 13 стихов. Он имеет надписание по тексту Септуагинты в конец через и дифума Псалом Давида. Следовательно, такое же надписание и по церковно-славянски по-еврейски это будет «Ламне циях аль эдутун мезмор ле Давид». То есть управителю и эдутуна Псалом от Давида. «Ле Давид». То есть не остается сомнения, что этот Псалом связан с царем Давидом. И мы читаем начало этого Псалма. «Не Богу ли будет повиноваться душа моя?» Конечно, на языке оригинала это звучит более так решительно. «Ах эль элогим думия навши мемену эшуати». Действительно, Давид как бы со всей решительностью заявляет, что только Богу будет повиноваться его душа. «Не Богу ли будет повиноваться душа моя?» Он как бы решительно отвергает любую другую возможность и окончание этого стиха, «Ибо от него спасение мое». Действительно, если от Господа проистекает наше спасение, да не только наше спасение, но и сама наша жизнь, то мы должны стремиться со всяческим усердием уповать на Создателя. То есть признавать, с одной стороны, волю Бога над собой, а с другой стороны признавать, что все, что происходит в нашей жизни, является частью божественных промыслов, потому что Господь, создав мир, как мы часто вспоминаем, он не устранился от управления этого мира. И далее Давид восклицает, «Ибо он Бог мой и Спаситель мой, Защитник мой, не поколеблюсь я более». Здесь, в этих стихах, делается акцент на правосудности Бога, и мы с вами знаем, друзья, что слово «Бог», славяно-русское, означает именно меру божественной правосудности. Поэтому третий стих можно понять и так, «Ибо он Бог мой», то есть «Ибо он судья мой, и Спаситель мой, Защитник мой, не поколеблюсь я более». Дословный перевод 2-го и 3-го стиха «Только на Бога надеется молча моя душа, От него мое спасение, Только он есть моя скала, И мое спасение, Моя твердыня, Не пошатнусь сильно». Вот дословный перевод вносит некое такое уточнение, что если пошатнусь, то не настолько, чтобы пасти уже не подняться. Господь действительно посылает нам некоторые испытания, но они усиливают наше упование на Бога и надежду на Него. А вот дословный перевод 2-го стиха «Только на Бога надеется молча моя душа» имеется в виду беспрекословно, беспрекословно, то есть никаких возражений не может быть, молча, то есть мы знаем, что есть Бог, и мы уповаем на Него. И четвертый стих «Доколи вы будете налегать на человека, все вы убиваете его, подобно наклонной стене и упавшей загороди». и упавшей загороди. По-славянски это звучит «Доколи надлежите на человека, належите на человека, убиваете все вы, яко стене преклонение и оплоту возриновену». То есть здесь как бы нападение на человека, оно напоминает попытку наклонить, как наклонная стена его жизнь и опрокинуть ее. То есть все делается для того, чтобы человек, упав, уже не смог бы подняться. И пятый стих «Хотя они честь мою замыслили не зринуть, жадно спешили, устами своими благословляли, а сердцем своим проклинали меня». Здесь говорится о том, что те люди, которые позорили Давида, поносили его за те грехи, которые он совершил в своей жизни, они вели себя очень лицемерно. То есть одно дело то, что они говорили устами своими, они благословляли его, а сердцем своим совершали нечто противоположное благословению, а сердцем своим проклинали меня. «Но только Богу повинуйся душа моя, ибо от Него терпение мое». Здесь говорится о том, что Бог усиливает терпение в каждом из нас. И вот Афанасий Великий, Василий Великий и Феодорит дают устолкование этого стиха. «Подаваемая им Господом помощь укрепляет меня в переносе страданий». Вот так они расшифровывают слова. «Ибо от Него терпение мое». То есть Он дает мне силы, чтобы перенести даже самые невыносимые страдания. «Ибо Он, Бог мой и Спаситель мой, Защитник мой, не подвигнусь». По-славянски «не приселюся» и Феодорит Кирский дает устолкование «не оставлю служения Богу и не прибегу к иному владычеству». То есть если враги Давида хотели Его опрокинуть, нависали над Ним как некая стена, уже наклонившаяся, готовая обрушиться на Него, Его, чтобы опрокинуть, но Господь – защита Его. «В Боге спасение мое и слава моя, Бог помощь моя и упование мое на Бога». И далее Давид как бы пытается поделиться своим опытом с другими людьми, с другими верующими. «Уповайте на Него весь сон народный». Весь сон народный. Возможный перевод – общество Господне. «Изливайте пред Ним сердце ваше, ибо Бог – помощник наш». Здесь Давид переносит свой опыт, как Господь его защищает на других людей. И далее 10 стих. «Подлинно суетны сыны человеческие, лживы сыны человеческие в неправильных весах. Они из-за суеты соединяются вместе». Под весами святитель Василий Великий разумеет рассудок и совесть, судилище души в каждом человеке, взвешивающие его собственные поступки и жизнь. «Если эти весы неправедны, то от человека, кроме суеты, ничего и ожидать. Он и себя, и других, как бы, обманывает. Такой человек». Но это сложный стих. Мы посмотрим, какой дословный перевод будет с еврейского. Здесь возможный перевод. Это будет 10 стих. Возьмем даже 9-10. «Вы ему доверяйтесь во всякую пору. Народ, изливайте пред ним ваше сердце. Бог нам укрытие. Только чета сыны человека, обманные сыны мужа, если на весы положить, вместе они легковеснее четы». То есть те мысли, которые имеют нечестивые люди, это все чета, то есть никакого веса их помыслы в глазах Бога не имеют, совершенно не имеют. И окончание псалма с 11 по 13. «Не уповайте на неправду, и хищничество не желайте. Если богатство притекает, не прилагайте к нему сердце». И дословный перевод будет «Не доверяйтесь неправдой удержанному», то есть то, что несправедливо нажито, и наотнятые не читесь, имеется в виду надеждой, к богатству, плодоносящему сердца, «Сердце не приложите». И 12-13 «Однажды Господь сказал, и эти две истины я слышал, что сила у Бога». И давайте посмотрим, что это может означать. Ну, прочитаем целиком 12-13. «Однажды Господь сказал, и эти две истины я слышал, что сила у Бога, и у тебя, Господи, милость, ибо ты воздашь каждому по делам его». То есть первая истина – сила у Бога, вся мощь, сила принадлежит только Ему. И вторая истина – «Ибо у тебя, Господи, милость, и ты воздашь каждому по делам его». И дословный перевод получается «Однажды изрек Бог, и дважды такое я слышал, что мощь у Бога, и у тебя, мой Господин, милость, ибо ты, ты воздаешь каждому по его деянию». Здесь мы видим некую сложность в дословном переводе. Здесь говорится о том, что Господь говорит однажды, но Давид дважды слышит, сказанное Богом однажды. Имеется в виду, что слова Божии в разный период жизни человека они открываются ему новыми гранями. Они открываются по-разному. Поэтому Давид это и имеет в виду. А две истины в его понимании. Первая истина, что вся сила, власть и мощь принадлежит Богу. И вторая и у тебя, Господи, милость, ибо ты воздашь каждому по делам его. И по-церковно-славянски это звучит единою глагола Бог, то есть очень близко, кстати, к еврейскому оригиналу. Двою сия слышах за недержава Божия, то есть все во власти Бога, под его державой, и твоя, Господи, милость, яко ты воздашься комуждо по делам его. Здесь мы видим, как один перевод очень интересно дополняет другой перевод. И как бы мы видим объем каждого слова и начинаем понимать, почему вот в одном случае переводчики перевели так, а в другом случае немножко иначе. Субтитры создавал DimaTorzok